Марина, приветствую! В жаркий день нужно больше пить, чем обычно, или просто нужно соблюдать питьевой режим? Здравствуйте! Конечно, если на улице очень жарко, как, например, сегодня, да, и вы находитесь вне дома, вне кондиционера, так скажем, а если вы еще тем более работаете на даче, то, конечно, ваш водный режим должен увеличиться. А сколько нужно пить? Нормы индивидуальны или есть общее правило? Говорят, вот 2 литра минимум. Есть такое, да, мнение, что там 2 литра, есть правило 8 стаканов еще, да, но на самом деле можно рассчитать очень легко вашу потребность в воде. Необходимо ваш вес умножить на 30 мл. Например, мой вес 60 кг. Если я умножу на 30, значит, я должна пить 1 литр 800 мл в день. Но если на улице жарко, либо вы там много потеете, может быть, физическая активность ваша повышена, да, тогда надо умножить на 40 мл ваш вес. Таким образом вы получите необходимое количество воды. Есть люди, которые воду вообще не пьют, признаюсь честно, я к ним тоже отношусь. Утром пью кофе, в обед чай, сок, газировку, а воды совсем не хочется. Нужно ли приучать или заставлять себя пить воду? Нет, заставлять ни в коем случае нельзя, надо просто попробовать. Вот вы просто попробуйте пить воду, потому что вода бывает настолько вкусная. Просто, возможно, вы это не пробуете, и поэтому вы и не привыкли к этому. Но есть такие у меня люди, есть знакомые, которые, к сожалению, вообще не любят воду, да, пить, не хотят ее пить. Но на самом деле, если постоянно пить кофе с молоком, чай с сахаром, газировку и так далее, получается, что вы просто жидкости-то не получаете. Поэтому в этом случае я бы порекомендовала пить, может быть, минеральную воду, тем более, когда мы потеем, теряем все-таки микроэлементы, да, и соль и так далее. Может быть, вы будете пить травяной чай, можно в воду добавить немного сока лимона или апельсина. Таким образом, вода станет вкуснее, и ее будет приятнее пить. Ну вот жару обычно хочется холодненького, и есть мнение, что полезно пить теплую воду. Жители Средней Азии вообще на солнцепёке, говорят, пьют горячий чай. Это правда уталяет жажду лучше? На самом деле, теплая вода, она лучше уталяет жажду, чем холодная. То есть, есть вот такие вот данные. Кроме того, холодную сильно воду пить все-таки не рекомендуют из-за того, что перепады температуры могут плохо влиять на эмаль зубов. Да, у некоторых она достаточно чувствительная. Кроме того, сразу после еды ни в коем случае нельзя пить холодную воду. Все дело в том, что усиливается перистальтика, и многие посуды этим пользуются. То есть, вложат там в напитки очень много, там половина стакана мьда, например. Вот вы съели такой бургер и запили такой колой ледяной, и у вас тут же этот бургер провалился, то есть, перистальтика кишечника усиливается, и через какое-то время, совсем небольшое, вы снова чувствуете голод. Поэтому вот после еды холодную воду все-таки вообще нельзя пить. Если человек пьет мало, какие сигналы организм подает? Как понять по своим ощущениям, что организм обезвожен? Ну, во-первых, самый первый сигнал – это чувство жажды, сухость во рту. То есть, это абсолютно нормально, да, так и должно быть. Но если вдруг по каким-то причинам человек не может попить, у него нет доступа к воде и так далее, могут возникать очень тяжелые последствия для здоровья. Может нарушаться работа сердца, снижаться артериальное давление. Поэтому все-таки надо следить за своим организмом, то есть за своим ощущением. Если вы хотите пить, то ни в коем случае не пить сразу очень много. То есть все-таки вот эту вот воду надо распределить как-то более-менее равномерно в течение своего дня. Марина, спасибо за полезные рекомендации. Спасибо.